все мы пользуемся браузером google chrome особенно если вы начинающий разработчик вернее веб-разработчик фронтендер ну либо тестировщик да вы скорее всего пользуетесь этим браузером и скорее всего вам надо будет рано или поздно познакомиться с консолью разработчика и так что это такое вот если мы кликнем правой кнопкой где-то в пустом месте странице мы можем посмотреть view page source но view page source это просто нам будет html код да вот он находится вот код нашей странице вот а если мы правой кнопкой выберем inspect скажем так про инспектировать проверить элемента у нас откроется devtools вот devtools это и есть консоль разработчика так значит смотрите то есть что я хотел вам рассказать открывается она с помощью правого клика мыши и жмем inspect либо когда-то была клавиша f11 что-то такое но это неважно как удобно так и открывайте смотрите она открывается она может открыться в новом окне либо если мы вот тут нажмем три точки можем как бы выбрать ее расположение вниз внизу браузера да то есть вот она внизу опять же мы можем уменьшать увеличивать насколько там на пол экрана на четверть так где эти три точки теперь мы можем ее расположить справа слева ну и так далее в общем как удобнее так и работайте ну я думаю если у вас два монитора то естественно удобнее всегда вот так вот открывать на полную в полном окне так что тут можно выбрать другие настройки вот открыть закрыть что это у нас стиле то есть вот эти да видим отступы показываются паддинги маршины вот вот эти цвета тебе подсветочка ну вот все они указаны вот там color и так далее и тому подобное в общем если вам надо еще более детальная информация по консоли да тут консоли разработчика что значит вот эти все соц и network memory security то пишите в комментариях я об этом подробно расскажу в этом видео мы узнали как открывать консоли разработчика и узнали как ее размещать в той или иной части экрана вот на этом все всем пока